Всем привет, ребята! Я Алиса, со мной, конечно же, моя доченька Милеша. Милеша, скажи привет! Привет всем! Она очень радуется, кстати, и очень радуется съемкам, вот серьезно. И сегодня у нас опять приятное, очень хорошее видео, особенно для Милеши, потому что мы купили ей опять много подарков. Это, можно сказать, вторая серия подарков для Милеши на 10 месяцев, потому что мы заказывали на маркетплейсах еще много всего, и, как знаете, все приходит не в один день. Ну да, не в один день приходит, поэтому Милеша сегодня опять получит подарки. А еще у нас похолодало уже, и я решила, что пора перебрать и разгрузить гардероб Милеши. Старые вещи буду убирать оттуда, новые как раз закупила, и поэтому мы начнем с вещей. А вы пока ставьте лайк, подписывайтесь на канал, начнем с одежды. Я заказала целую коробку теплых вещей для Милеши. Милеши очень понравилась, да, коробочка? Так, давайте ее откроем. Бренд Лолу Кло заботится о природе. Почитайте просто эту надпись. Я там столько всего заказала, вы будете в шоке. Сейчас вместе с вами и посмотрим. И с Милешей. Милеша уже в предвкушении. Открываем коробку. Подумала, что одна парка, но нет, тут одежды очень много. Сейчас распакуем. Я заказала для Милеши такой голубой костюм. Мне очень понравилось качество. А еще у меня есть точно такой костюм, и я решила, что у нас с Милешей будет фэмили лук. Наконец-то она подросла до такого возраста, когда мы можем уже примерно одинаковую одежду покупать. Мне очень понравилось качество этих костюмов. Выглядят они очень стильные и прям как взрослые. Я думаю, вы со мной согласитесь, поэтому я не удержалась и заказала еще такой, точно такой же сиреневый свитшотик. Мне нравится качество, трикотаж очень плотный, а свитшоты можно потом носить отдельно под юбочку или лосины. А еще я решила заказать такой нежно-розовый свитшот, но размерчик уже побольше, чтобы можно было носить его еще весной, потому что Милеша сейчас очень быстро растет. Вы сейчас будете в шоке. Я нашла к этому свитшоту очень модные леггинсы. Я бы честно сама такие носила. Они идут клеш, идеально подходят по цвету. Посмотрите, какие они стильные. Но это мы тоже уже на весну купили. Сейчас, конечно, они на Милешу будут большеватые. Вот такой образ стильный получился. Мне нравится, что вещи от Лоло Кло сочетаются между собой как конструкторы. И можно чередовать между собой много разных стильных образов. Посмотрите, у нас вот свитшоты, лосины. Вот такие я еще, кстати, бежевые джогеры купила. Они, мне кажется, тоже подойдут под свитшотик. Да здесь, в принципе, все сочетается между собой. И это круто, что не нужно прям вот покупать много всего. Купил пять штучек и идеально. Но вы уже видели парку и знаете мою любовь к такому розам. Посмотрите, какая она крутая. Мне нравится, что эта парка достаточно лаконичного и простого кроя, но при этом выглядит очень сильно. Да я бы сама, если честно, такую носила. Обратите внимание, что здесь нет лишней пластиковой фурнитуры. Это все сделано для того, чтобы сокращать переработку и не загрязнять природу лишним пластиком. А вот этот комбинезон с начесом я очень ждала. Будем носить его под эту парку на детскую площадку. Кстати, у нас зимой температура, ну, максимум минус два, минус три, поэтому холодно в таком образе нам точно не будет. А еще мне нравится сочетание серого и ярко-розового. А вот эту куртку и к ней еще шли брюки. Из шофтштелла я купила для Милеши заранее на вырос. Потому что на сайте все размеры очень быстро раскупили, а мне так понравился этот материал, что я решила купить заранее на весну, пока были размеры. Софтшелл это такая трехслойная вещь, которая не продувается, не промокает и сохраняет тепло. Поэтому на прогулке в таком костюме нам точно будет не холодно. И даже если пойдет дождик, Милеша не промокнет. Ну и в целом костюм выглядит очень стильно. Внутри он идет вот с такой подкладкой, тепленький. А бодик из такой ткани я выбираю впервые. Конечно, я смотрела более теплые вещи, но не смогла устоять. Он такой милый, вот это мне окантовочки еще нравятся голубенькие. При выборе детских вещей на первом месте для меня, конечно же, идет качество. И Лоло Кло в этом плане я считаю молодцы. У них абсолютно все вещи из натуральных тканей и просто неубиваемые. Обожаю этот бренд, мне его когда-то посоветовала подруга. Я теперь просто влюбилась в него и всем вам его рекомендую. А по промокоду Лисова для вас будет приятный бонус. Скидка 10%. Промокод работает только при заказе сайта Лоло Кло и действует две недели. Ссылку на сайт я оставила в описании к этому видео. Далее у нас идет очень большой подарок. Наверное, самый большой подарок. Милеш, она уже взяла и показала вам новенький подарок. Милеш, окажется, хочет открыть его, поэтому этот мы оставляем на потом. Смотрите, как обрадовалась. Короче, давайте, подходите поближе. Смотрите, я эту игрушку видела в ТикТоке. Как детям эти уточки показывают... Ну, короче, сейчас я вам покажу. Эти уточки должны двигаться, как я понимаю. Это супер залипательная трендовая игрушка в ТикТоке. Еще в Инсте даже снимают. И вот я нашла ее. Кстати, да, это игрушка на 3+, поэтому... Хотя там в ТикТоке были дети очень маленькие, которые сидели еще, даже не стояли. Попробуем собрать, но тут детали очень-очень мелкие. Мне уже это не нравится, это трэш. Милеш, только в нашем присутствии поиграть и в какой-то верхний ящик положить. Вот это я, кстати, не предусмотрела. Милеш, давай собирать этих уточек. Здесь еще зарядка. Что? Давай собирать утяточек. А как их только собирать, когда мама тормоз? А, вот этот мостик, кстати, я думала, она будет больше. Ну ничего. Зря мы купили эту игрушку, ребят. Посмотрите просто на этого зверя. Ее не удержать. Но это 3+, Милеша, тебе не 3+. Смотрите, руки специально поднимает. Короче, включаем. Милеш. А! Утки не съешь. Смотрите, как они классно делают. Что, Милена захочет? О, не трогает. Милена в шоке, но она не знает, как сожрать эту утку. Ой, сейчас будет. Здравствуйте. Смотри, какие утила-то кря-кря. А ну-ка, внимание, что она будет. Так, нет. Одна утка чуть... О, пробка. Милеша, это только смотреть. Так, все-все-все-все. Выключаем уток. Все. Это трэш, ребята. Я ее... Все, я эти утки на верхнюю полку ставлю. Ну, они 3+. В тиктоке детки были маленькие, они еще, как бы, знаете, ну, просто лежали, в рот ничего не брали. У Милеши такой возраст, когда она все хочет... Вы бы видели сейчас ее лицо. Так, Милеш, забываем, я сейчас тебе получше дам. Это мы отправляем. Милеш, я получше дам, тебе понравится, обещаю. Сейчас напишут в комментариях, что ты балованная, да? Вот напишут в комментариях, что у вас балованный ребенок. Вот. Вот это точно по твоему возрасту, говорю, это бизи-борд. Вот очень популярная сейчас тоже игрушка, развивающая. Это не просто вот как играть, а полезная, да, Милень? Давай, я давно хотела купить бизи-борд, и он как раз для... Ручки убираем. Для возраста Милеши. Его можно брать с собой в машину. Милеш, смотри. Здесь даже есть инструкция. И он мягкий. Милеши понравился, да? Ну, давай, давай. Это мы не кушаем. Мы сейчас это распакуем. Милеш, вот. Вот это тебе. Посмотрите, вот для таких, как Милеша, здесь можно все хватать, крутить, нажимать. Смотрите, здесь даже ключ есть металлический. Прикольно, да, придумали? Все пришили, всякие застежки, замочки. Вот и продают. А, еще есть такая пружинка запасная. Видимо, Милеша может отгрызть ее, да, скажи, нам запасную положили. И чехол, чтобы его складывать. Я как раз купила для машины, потому что у Милеши уже новое автокресло для взрослых детей. До этого у нас было 0+. Сейчас купили взрослые. Я вам его скоро покажу, как куда-то поедем. И чтобы ей было не скучно в этом кресле, она не паниковала, я купила такой бизи-борд, чтобы брать с собой в дорогу. Как тебе, Милень? Это можно расценивать как ок. Пока Милеша играет, распакую мини-подарочек, но это не подарочек, я купила себе. Для игрушек такой вот ящик для хранения. Надеюсь, он... Нравится? Надеюсь, он форму держит. Или не держит. Короче, чтобы на полку туда складывать, и мелкие игрушки Милешины туда. Мне не нравится, что он форму не держит. Хотя, если его разгладить, или может пройтись отпаривателем... О! Ну, могло быть и лучше. Мне не нравится, что он слишком хлипкий. Но в целом, о, как в полку он нашу... О, влазит в полку, и это отлично. Да, Милень? Ой, смотри... Смотрите, он еще расстегивается. Что там внутри? А, внутри там поролон. Мне нравится, что он мягкий. Конечно, смущают вот эти детали. Если она будет с ним ходить по квартире, еще упадет. Бананчик. Смотри, какой бананчик. Он светится. Конструктор здесь. Симпл-димпл. Вот эти штучки. Свисток, Милень, свисток. Лучше не надо им пользоваться. Милеш, ты пока поиграешь. А мы распакуем самый большой подарок. Если вы смотрели прошлое видео, мы покупали что-то подобное Милеше. Посмотрите обязательно. Там был такой игровой мини-центр с палаткой, с большой трубой. И там еще был бассейн для шариков. Но это все было такое хлипкое, что Милеша через 5 минут игры упала. Поэтому мы решили этот оставить так, чисто, ну, куда-то в поездку. Может брать, я не знаю, на дачу или кому-то подарить. А этот уже купили, чтобы пользоваться. Вот это, конечно, да. Но на картинке этот бассейн мне очень понравился. Был разных цветов. И стильно так смотрелся. Тот более дешевый из предыдущего видео. Этот уже мне понравился больше. Милень. У Миленя Биззиборд. Вот это самая удачная игрушка. Я просто у многих детей видела. И у блогеров вот советую. Смотрите, как Милеша зашел. У нее сейчас такой возраст, что она любит все хватать, играть, раскидывать просто. Везде ломится. Милеш, а вот это уже поинтересней. Смотри, какой бассейн. Вау. Блин, почему он не круглый? Его тоже надо отпаривать. Ну, понятно при транспортировке. Так. Да, Милень. А, ну хотя, мне кажется, он легко придет в форму. Потому что в отзывах он держал форму. Так, подождите. Все, мы пакет сейчас уберем. Шарики достанем. Тут еще шаров 200 штук в комплекте. Смотрите. Милень. Милень, еще шары не засыпали. А, вот и 200 шаров. Круто. Вот это мне нравится. Лучше, чем предыдущие. Давай, Милень, ныряй туда. Ныряй. Не побоится, интересно? Давай. Вот так. Ой. Ладно. Я шар, кажется, раздавила. Плохая была идея. Давай, Милеш, давай. Уху. Уху. Как тебе? Вот это прикольно. Ребят, он мягенький. Мне кажется, поэтому безопасный. Даже если она как-то вот так перекатится, то, ну, будет более безопасно, чем предыдущий. Когда он был тончайший, Милеша завалилась через 5 минут игры. Давай. Уху. Как в батутном центре. После батутного центра мне пришла идея вот подобную штуку купить, потому что Милеше очень понравилось. На. Игрушку можно сюда взять, твой бизи-борд. Милеша кажется в шоке. У нее весь день меняется настроение, и когда она такая спокойная, значит, довольна. Да, Миль? Не забирать? Давай, прыгай. Заваливайся. А стать ты можешь, Миль? Давай. Вставай. Вставай. А где мама? Милеша? Где мама? Милеша? Что там происходит? Милеша? Вот мама! Ну вот это прям классный подарок, да, Милеша? Да-да. Можно даже Милешу перемещать. Оп-оп-оп. Все, здесь съемочки. Милень уходит. Что скажете? Вот наша горка, но она, наверное, длинная для такого бассейна. А круто было бы, если бы Милеша прям... А ну, Милень. А нет, вообще небезопасно получается. А если шары убрать? Нет. Короче, горку просто так. А я хотела... Блин, если бы здесь был какой-то проход, можно было прям с горки съезжать, да, Милень? А ну давай, может ты уже на горке прокатишься? Мы ее Милеше не даем. Она еще ходить не умела. Сейчас вот. Давай, Милень, давай! Съезжай! Съезжай! Давай, давай! Она еще не знает, что такое горка, да, Милень? Давай, посадим Милюшу. Знаешь, как нужно делать? Давай! Раз! Два! Три! И на попу садимся. И уху! Поняла, Миль? Можно еще вот так. Уху! Миль, кажется, в шоке. Но опять же, тоже горку пока только в нашем присутствии, потому что, зная о Милене, она описательно ударится. У нас только синяк прошел. Но ей, по-моему, бассейн понравился больше всего. Да, Милень? Ребята, всем спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на канал, потому что следующая серия вас очень сильно удивит. И если вы догадываетесь, какое у нас событие намечается, ну, не буду. Если я расскажу дальше, то вы сразу поймете. Напишите в комментариях, и я вас лайкну. И следующая серия выйдет тогда, когда Милень вырастет. Ладно, шучу, когда вы наберете 20 тысяч лайков, потому что следующее видео очень важное для меня. Милень, что творится? Все, ребят, я здесь надолго, поэтому с вами прощаюсь. Я думаю, вам не будет интересно смотреть, как я тут до вечера буду играть. Спасибо за просмотр. И пока-пока, встретимся в новых сериях. Да, Милень? Скажи «да». Да, она сказала. Пока-пока.